Восемь вечера в Украине на Интере. Время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко. И смотрите в выпуске. За что учат в школе? Возмущенные мизерными зарплатами и пенсиями учителя пришли к Верховной Раде. В сфере МКЭШ генпрокурор анонсировал первую волну проверок чиновничьих деклараций. Наличная ответственность милована с полицией пообещала наказать подчиненных гривней. Против повышения коммуналки из-за поднятия зарплаты пенсий. Сотни учителей сегодня пикетировали парламент. Объясняют, обещанное повышение окладов в следующем году на 30% съест неподъемная коммуналка. Поэтому сначала предлагают дать педагогам достойную зарплату, а уже потом повышать тарифы. Во время митинга здания охраняли десятки нацгвардейцев и полицейских. Пикетировали парламент и чернобыльцы пенсионеры. Требовали принять закон о повышении им пенсии. С учителями позже встретился премьер. Объяснил тарифы на газ рыночные и напомнил о предстоящем повышении соцстандартов. Учителя и чернобыльцы, пришедшие под стены парламента, возможно, и не представляют, какими суммами ворочают их избранники. Суммы эти подсчитали активисты из опоры. Нардепы, в общем и целом, уже задекларировали, вдумайтесь, 12 миллиардов в гривневом эквиваленте. Составили даже рейтинг парламентских толстосумов. Лидирует близкий к главе МВД Авакову Игорь Котвицкий из Народного фронта. У него почти 2 миллиарда гривен. На втором месте Виталий Хамутынник из группы Возрождения со своим полумиллиардом. На третьем Богдан Дубневич из БПП. Он задекларировал 440 миллионов. Впрочем, еще 12 слуг народа до сих пор не подали свои отчеты. Сами же депутаты то и дело оправдываются, как и когда сколотили активы. И даже думают, как подчистить отчет о доходах. К примеру, нардеп из блока Петра Порошенко Анатолий Матвиенко решил передать храм общине. А бывший Айдаровец хочет все же сократить количество задекларированных нулей. О депутатской работе над ошибками в документах строгой отчетности. И, собственно, о работе парламентариев. Смотрите в сюжете. Богатые и не очень. Сегодня депутаты на каждом углу обсуждают как свои декларации, так и отчеты коллег. Владелец триллиона Сергей Мельничук охотно комментирует все прессе и говорит, с нолями пошутил. Но умышленно. Это не жаль, не ошибка. Это флешмоб, который я все-таки хочу показать европейской спелноте, световой спелноте. Чтобы обратили больше уважения на то, какие жебраки-миллиардеры ходят к ним и просят милосты. В течение недели Мельничук клянется, что исправит цифры и в декларацию внесет не более 10 миллионов. Корректировать отчет о доходах будет и Ольга Богомолец из Блока Порошенко. Правда, она к своим 3 миллионам и сотне песен добавит украшения. Вы видите, у меня тут на шее. Это родственный герб. В общем, это и герб 18-го столетия. У меня есть еще родовая начальность рода Богомолеца в 16-го столетия. Батько мне нагадал, что, может, нужно и это задекларировать, потому что это мои главные остатки. Но больше самих же депутатов пугает кэш. Но тут, уверяют народные избранники, не стоит обольщаться. Под матрасами они купюры не хранят. На самом деле, нет этих больших шафт там, с хронами, с готівкой. То, что написали, как готівка, на самом деле депутаты ховают. Або на офшорных рахунках, або где-то в банках. Або навести грошей нет, они сподеваются где-то потом взять и таким образом легализовать. В сессионном зале о декларациях говорят не меньше. Часть депутатов оправдывается, часть призывают самих себя же проверять. Пришел час для людей, которые тут рассказывают, как они бьются за интересы бедных, пояснить, как они стали такими богатыми. Самопомощь закликает всех без выключения политиков, и не только в Верховной Раде, самим иниціювать переверку законностей своего майна. Самопомощь начнет с себя. Ситуация в суспільстве сложна, и остальные события вокруг публикации деклараций только за гостроли є до межи, у поединенной с пробами сбільшить зарплату народным депутатам. В суспільстве возрастают протестные настроения через массовое зубожение, которое охопило всю страну. Нужны конкретные действия, и основным инструментом борьбы с бедностью должен стать новым бюджетом. Но ни к бюджету, ни к минималке сегодня зал не приступал. Взялся только за депутатские зарплаты. Первым делом, и так не бедные, как показала декларация, нардепы отменили повышение своих окладов. Но тут же выяснилось, пока депутаты только хотели новые оклады, министры их уже получают. Несправедливо. В сердцах подумали народные избранники и предложили и чиновничьи зарплаты сократить. Еще на часе было три месяца назад поднимать оклады министрам в два с половиной рази. Что изменилось за эти три месяца? Поэтому моя правка относилась именно к этой проблеме. И я предлагаю обратиться к парламенту к уряду, рекомендовать уряду, скасовать липневое подвижение окладов министрам и другим высокопосадовцам. Президент Украины цей постановой утаемничею становили 28 тысяч гривен заработную плату в месяц. Но кроме того, суды идуть многократные надбавки. И когда многократные надбавки действуются, это достигает 100 тысяч гривен в месяц. Так само пан Гройсман становил в себе 20 тысяч гривен, но с доплатами это будет до 100 тысяч гривен в месяц. Кроме того, главе администрации президента 18 тысяч, первому заступнику главе администрации 16 тысяч, и всем министрам практически на уровне 16, 18, 15 тысяч гривен. Негайно скасуйте эту утаемничную постанову номер 493. Поостыв от финансово-парламентских дискуссий, избранники перешли к повестке дня. К слову, утвердить смогли только недельный список законопроектов, провалив повестку дня сессии. Сегодня, к примеру, Рада определила размер штрафов и их применение над Советом в отношении телеканалов. В администрации президента уже прокомментировали заявление Тимошенко о тайных надбавках. Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, должностной оклад президента Украины составляет всего 28 тысяч гривен и ни копейкой больше. К тому же, вот уже два года, как всю свою зарплату Порошенко отдает на благотворительность. А пресс-секретарь премьера Гройсмана сообщил, за прошлый месяц его шеф заработал 35 тысяч гривен. Если учесть налоги, то на руки глава правительства получил 28 тысяч гривен с хвостиком. Тогда, как Юлия Тимошенко в свою бытность премьером, пишет Дмитрий Столярчук, получала 31 тысячу. Если пересчитать по нынешнему курсу доллара, то это в пять раз больше. К декларации главы государства претензий нет. А вот отчеты, как минимум, половина нардепов на карандашах Генеральной прокуратуры. Банковские счета, недвижимость, произведение искусства и миллионы налички проверят на предмет уплаты налогов. Кому волноваться в первую очередь, расскажет Ярослав Кречко. Первую волну проверок Е-деклараций анонсировал генпрокурор Юрий Луценко. Начнут с тех, кто получил подарков на 10 тысяч долларов и больше. Отсчитался о вкладах от 150 тысяч гривен в отечественных банках. Задекларировал недвижимость и счета за границей и сообщил о наличных под матрасом в эквиваленте 100 тысяч долларов и больше. Причем наличку собираются даже пересчитывать. Антикоррупционное агентство как раз разрабатывает процедуру подобных проверок. У нас ЗК имеет право прибыть до декларанта. Если у тебя записано 250 тысяч долларов, продемонстрируй. Если у тебя задекларовано 150 миллионов гривен, продемонстрируй. Параллельно мы, разум с ДФС, проверим, чьи сплачены податки в этих сумках. По словам Луценко, проверят как минимум половину нардепов. В этот список, очевидно, потенциально попадает и супруга генпрокурора Ирина Луценко. По декларации у нардепа, например, 280 тысяч долларов наличными. Это не считая денег в других валютах, а также на банковских счетах. В то же время Юрий Луценко рассказал, депутаты активно пишут письма с жалобами на декларации коллег. Например, после подобного обращения уже успели проверить происхождение апостола у Игоря Грынева. Ранее такая же книга исчезла из библиотеки Вернадского. Параллельно предстоит проверить не только тех, кто подал декларации, но и тех, кто отвечал за работу системы. Генпрокурор пообещал дать оценку, как использовали средства, выделенные программой развития ООН. Мол, там есть признаки отмывания денег в особо крупных размерах. Ярослав Кречко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И вот стало известно, что в незаконном обогащении за счет средств программы развития ООН подозревают члена на ПК Руслана Рябошапку. Дело возбудила прокуратура Киева. Об этом сообщает одно из интернет-изданий. Якобы год назад на счет Рябошапки от ПРООН поступило 270 тысяч гривен. И эти деньги в своей декларации он не указал. Сам Рябошапка в комментарии «Украинской правде» пояснил, средства он действительно получил, так как был экспертом ПРООН и работал по контракту. И поскольку жил за границей в это время, в декларации эти средства указал, но в разделе доходы, полученные за пределами Украины. Также отметил, прокуратура его не допрашивала, в отличие от НАБУ, которому всю информацию он предоставил. И там дело не открывали. Интересные детали обнаружились и в декларации чиновника, который еще в прошлом году рулил всем общественным транспортом столицы. Сергей Мазель, экс-глава Киевпостранца, а ныне депутат столичного горсовета, указал. Налички у него миллион долларов, а еще миллион гривен кому-то отдолжил. А вот заработал он в трамвайной троллейбусной сфере всего-то 170 тысяч гривен. Есть немного земельки, чуть меньше полутора гектаров, дом и квартира в Ивано-Франковской области. В Киеве своим жильем вообще не обеспечен. Мопед, прицеп и съемная квартира. Николаевский Алибаба, который хранил в туннелях под домом сокровища, герой Украины Николай Романчук, обвиняемый в коррупции, тоже составил электронную декларацию. Как оказалось, еще четыре месяца после громкого задержания он официально находился на госслужбе. Кирилл Ющишин сегодня встречался с ним в зале суда. Первого замгубернатора Николаевской области Николая Романчука задержали 3 июня. Его обвиняют в том, что он в сговоре с еще тремя чиновниками вымогал у предпринимателя взятку в 90 тысяч долларов за разрешение на разработку известнякового карьера. Задерживали, как в голливудских фильмах, с погоней и стрельбой. А через несколько дней отпустили под залог 5 миллионов гривен. Теперь дело Романчука слушают в суде. И как выяснилось, с момента задержания и до середины октября Романчук официально числился первым заместителем губернатора. Был в отпуске. Уволил его лишь новоназначенный глава области 17 октября. Перед увольнением Романчук тоже составил свою электронную декларацию. После обыска, в ходе которых у Романчука в туннелях под домом нашли сотни тысяч долларов наличными, антиквариат и оружием, декларировать ему особо нечего. Написал, живет, мол, в съемной комнате в 65 квадратов, которую арендует у своей жены. Владеет дачным домиком, мопедом «Урал», прицепом и авто. Хотя есть еще 77 тысяч зарплаты за год и 2 миллиона гривен на банковских счетах. Комментировать свою декларацию, как и ход судебного разбирательства, Романчук отказывается. Там все написано. Но Романчук не теряет надежды вернуть сокровища. Нанял пятерых адвокатов. Сегодня в очередной раз они пожаловались на прокуроров. Мол, их подзащитного удерживали незаконно больше трех дней без решения о мере пресечения. Час затриманья, указан в протоколе, затриманья не відповідают дійсності та спростовуються на сутки. Факт затриманья підзащитного під час обшуку в промышлении Миколаевського облдержадміністрації, а саме в 17-й године 48-й годин, подтверждюється заяву заступника генерального прокурора України, головного військового прокурора України Матюлса, яка была зроблена на ним під час интервью телеканалу. Адвокаты стараются доказать незаконность действий прокуроров практически на каждом шагу судебного разбирательства. Из-за этого процесс рассмотрения дела по существу затягивается. Сегодня изучали протоколы изъятия улик. Следующее заседание может быть интереснее. Судьи планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения в кафетерии, где участники коррупционной схемы якобы обсуждали детали махинации. Цифру цифрами, а представительство ЕС в Украине поприветствовало завершение процесса подачи Е-деклараций украинскими чиновниками. Об этом заявил глава представительства Томас Фреллесон, также подчеркнул. Теперь украинская власть должна обеспечить устойчивость системы и целостность антикоррупционного законодательства. А посол Великобритании в Украине Джудет Гофф считает завершение процесса Е-декларирования большим достижением украинцев и правительства. Уровень открытости системы она назвала беспрецедентным, но отметила, теперь нужно время, чтобы обработать и оценить задекларированное. Петр Порошенко сегодня встречался с президентом Всемирного конгресса украинцев. Глава государства поблагодарил украинскую диаспору за поддержку, а среди прочего собеседники обсуждали предоставление Украине безвизового режима с ЕС и ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС. Вопрос о безвизе для украинцев может появиться в повестке дня сессии Европарламента уже в конце месяца. Если до этого времени Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС согласуют соответствующий механизм. Об этом сообщила замглавы МИДа Елена Зеркаль камнем преткновения. По ее словам стало обсуждение вопроса, как приостанавливать безвизовые режимы. Кроме того, решают, будет ли безвиз доступен для всех или только для определенных категорий граждан. Министр внутренних дел сегодня в Днепре открывал сервисный центр МВД. На вопросы журналистов о расследовании наиболее резонансных дел Арсен Аваков внятных ответов не дал. Добиться хоть каких-то комментариев сотрудники СМИ пытались от руководителей нацполиции, которые сегодня в Киеве отчитывались, что сделали за последнее время. Но, как оказалось, и им похвастаться особо нечем. Замглаву нацполиции Вадим Троян, отвечая на вопрос, как продвигается расследование дела об убийстве Павла Шереметов, заявил, есть уже около сотни судебных постановлений в отношении лиц, которые могут быть причастны к делу. Среди них и бойцы добровольческих батальонов. Но конкретных подозреваемых по-прежнему нет. Работать лучше призывают руководство нацполиции и рядовых сотрудников. Мотивация денежная. Зарплату им с этого месяца повысили до 10 тысяч гривен. И обещают в подмогу старому составу набрать новых оперов. А вот начальников областных управлений МВД за плохую работу грозят наказывать строго. Доручение от главы национальной полиции Украины тоже получили, как я сказала, уже на все начальники территориальных областей. И, конечно, если будет негативный результат, то, конечно, настанет вопрос ответственности начальников территориальных подразделений. И сама же Хатя Деканаидзе сообщила печальную статистику. Количество преступлений в Украине в последнее время возросло на четверть. Особенно много стало квартирных краж. А недавно прокурор Киева заявил, что за 9 месяцев этого года только в столице число преступлений увеличилось на 50%. И в то время, когда руководство нацполиции обещает подчиненным лучшую жизнь с новыми окладами, в Запорожье двое копов нашли свой способ пополнить карманы. Промышляли грабежами на железнодорожном вокзале. Останавливали в основном подвыпивших якобы для проверки документов. Знакомились, а потом отбирали до нитки. Часто жестоко избивая. Подозреваемые уже задержаны оба в полиции более 10 лет. Дома во время обысков у них нашли крупные суммы в валюте. Благодаря дополнительному заработку копы обзавелись автомобилями и недвижимостью. Грозит им до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А вышли на них правоохранители после жалобы одного из пострадавших. Человек перебывал на подпитку. Патрульные уже по-товариски завязали с ним разговоры. И запропонували закрепить дружбу в наиближчей кавьярне. Отпочинок в закладе закончился тем, что работники полиции силу НИЦ отбирали у человека его заощаджения, которые были при нём. Это 56 тысяч долларов США и почти 10 тысяч евро. А потом человек опинился в лекарне в состоянии клинической комы. По городам боевики бьют из артиллерии. А вот на передовые позиции армейцев пытаются прорываться диверсионными группами. Этой ночью десантники 45-й штурмовой бригады отбили очередную атаку врагам. Активность наёмников погасили настолько, что со стороны оккупированной Горловки днём не было слышно ни выстрела. Впервые за последние недели. Подробнее. Ирина Баглай. Мы уже находимся, можем, под их наблюдением и можем отрепить в любой момент обстрел. Под прицелом боевиков с трёх сторон. Их наблюдательные позиции надёжно скрыты в терриконах. Оттуда наёмники корректируют огонь. Основные их силы в бывшей школе. Теперь это укрепрайон наёмников. Воюют под флагами несуществующей страны. Это бывшая школа, здание. Вот у них там опорный пункт. От него идёт сеть траншей. Флаг их не висит. На чём работает оттуда? РПГ-26, ВОГИ. Перелетает. И тут, вы сами проходили по улице, видели. Залетает в деревню. Вчера залетело. А в дом загорел. А так выглядит мирное село за спинами армейцев, куда и прилетают вражеские снаряды. Десантники новосформированной 45-й штурмовой бригады фиксируют, откуда часами бьют боевики по населённым пунктам под Донецком. Особенно очень сильно уважаемо, когда используют тяжелую технику по Авдеевске. 152-й калибру САУ. Бьют с околиць Гордовки. Но так как в городе, они бьют за городе. Там почти нереально дать им ответ, потому что там населены пункты, люди. Этой ночью и десантникам пришлось отражать атаку наёмников. Под пулемётную очередь их диверсионная группа попыталась зайти в тыл. Мы были обязаны дать ответ. И после нашей ответы огонь стих. Кажут мне, что чашка кавы так не будет рыть, как мимо пролетающая поля, а в 2-й годы ничего, в 3-й годы ни ночи. Костяк новой 45-й бригады – опытные десантники. Теперь ещё и оснащены новым оружием. Украинская разработка. На 150 метров он попадает достаточно кучно, прицельно. Плюс коллиматорные прицелы, которые позволяют работать в ночное время. Тишина здесь на вес золота. Но атаки врага, говорят бойцы, не повод выбиваться из привычного режима тренировок. Наоборот, так укрепляют силу и тело, и духа. Это всё нам не мешает. Свою физическую форму поддерживать всегда надо. Физические нагрузки, они по-своему бодрят. У нас приготовлена доска, идёт жим штанги. Сразу же у нас пресс-доска сделана. То есть мы себе качаем пресс, и точно так же есть брусья. Занимаемся, отжимаемся на брусьях. Вот такими упражнениями на свежем воздухе, на самодельных тренажёрах. Десантники поддерживают себя в тонусе, буквально на линии огня. Но на этом не собираются останавливаться. А планируют расширить свой спортзал, повесить боксёрскую грушу и добавить пару гантель. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Знанецкой области. Подробности. Телеканал Интер. С такими друзьями и врагов не нужно. В московское СИЗО Лефортово Роман Сущенко попал по доносу. Об этом сегодня заявил его защитник Марк Фейгин. По словам адвоката, в Москве у журналиста Украинформа живёт двоюродный брат, с которым Сущенко периодически встречался как частное лицо. Кляузу в органы написал их общий знакомый. После чего нашего коллегу задержали и предъявили обвинение по статье «Шпионаж». Великобритания готовится к кибервойне. В ближайшем будущем поле боя может переместиться в информационное пространство, говорят британские чиновники. Чьих атак опасаются и кого глава секретной службы МИ-5 называют киберврагом? Светлана Чернецкая. Подробнее. За 9 лет на посту главы британской контрразведки – это его первое печатное интервью. Эндрю Паркер – руководитель секретной службы МИ-5, а это ведомство не слишком словоохотливым. Паркер проанализировал современные угрозы для Британии. И главное из них, по его мнению, исходит от России. Он сообщил, что в Соединённом Королевстве по-прежнему много российских шпионов. Их цель – и военные тайны, и деятельность промышленных предприятий, и экономическая информация. Остерегаться стоит и кибератак, предупредил Паркер. Тему, которую затронул глава контрразведки, подхватил министр финансов. Филипп Хэммон заявил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов на противостояние хакерам. Речь идёт и о борьбе со злоумышленниками, ворующими данные банковских счетов интернет-пользователей, но также и о защите ресурсов официальных доменов. Хэммон заверил, если вдруг в результате кибератаки вся страна останется без электроэнергии, ответ будет адекватным. Многие думают, что могут вредить нам в киберпространстве безнаказанно. Наша обязанность продемонстрировать, что атаки не останутся без ответа. То есть мы не только будем защищать себя в киберпространстве, но и будем наносить пропорциональные ответные удары. В Кремле поспешили отреагировать на заявления из Лондона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их голословными и потребовал каких-либо доказательств того, что Россия представляет угрозу для Великобритании и для стабильности в Европе в целом. Без конкретных фактов Москва считает обвинения в свой адрес необоснованными. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Анкара стягивает танки и другую военную технику к границе с Ираком. Об этом сообщают местные СМИ. Количество боевых машин наращивают в районе Силопи в провинции Шурнак. По данным турецких журналистов, танки принадлежат 28-й механизированной пехотной бригаде. Сколько именно единиц планируют разместить на границе, пока неизвестно. Ранее в турецком МИДе заявляли, что Анкара не исключает проведение полноценной наземной операции против боевиков ИГИЛ на территории Ирака в случае угрозы для Турции. В битве за Масул, которая идет в Ираке между правительственными силами и боевиками ИГИЛ, наметился прорыв. Последние новости с Иракского фронта знает Сергей Ослендер. Иракские войска вошли в Масул. Еще утром их позиции были за городской чертой, но после ожесточенных столкновений они оттеснили террористов вглубь кварталов и начали штурм. Идут жестокие уличные бои, обе стороны несут тяжелые потери. В районе Эль-Карама отряды иракского спецназа занимают дом за домом при поддержке бронетехники. Столкновения носят исключительно ожесточенный характер. Вот кадры, например, как колонна иракской бронетехники попадает под обстрел. Коалиционная авиация бомбит восточные районы Масула. Захвачено здание телестанции. С запада наступают отряды курдской пешмерги. В последнее время им удалось добиться серьезных успехов. Например, они захватили город Башика, который стал фактически плацдармом для атак на Масул. Беженцы из окрестных деревень очень обрадовались, когда увидели нас вчера. И сегодня около тысячи человек, примерно 400 семей, прибыли сюда. Мы о них позаботились и скоро передадим полиции, чтобы она занималась их регистрацией и размещением. Все больше информации поступает о военных преступлениях джихадистов. Накануне они пытались из южных пригородов вывести 25 тысяч мирных граждан, для того, чтобы переправить их в Масул и использовать там в качестве живого щита. Коалиционная авиация пыталась этому воспрепятствовать. Но, увы, по отчету Верховного комиссариата ООН по правам человека, часть конвоев с заложниками все же сумела прорваться в город. Там продолжаются массовые убийства мирных жителей. Битва за Масул продолжается и с каждым днем становится все более и более ожесточенной. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. А для авиации общего назначения в России это категорически запрещено. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Глубокое бурение, что искали сотрудники ГПУ в офисах и на нефтебазах БРСМ «Нафта». Взяли на границе. Выпущенный под залог «Харьковский горе-федерализатор» попытался бежать из страны. Центральный банк Кипра побил рекорд. Выписал самый высокий в своей истории штраф. Более чем на полтора миллиона евро. И кому? Украинскому приватбанку. Точнее, его кипрскому филиалу. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Центробанк этого государства. Там уточнили, что оштрафовали по результатам проверки работы филиала в мае прошлого года. За нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег. Генпрокуратура провела обыски в офисах БРСМ «Нафты». Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Юрий Луценко. Он сообщил, что обыски проходят в рамках дела об неуплате миллиарда гривен налогов. В них задействовали около 250 сотрудников ГПУ и фискальной службы. Как отметил Луценко, согласно решению суда арестовано оборудование трех нефтебаз, четыре офиса и 41 заправка. Имущество планируют передать Минэнерго. Напомню, скандалы вокруг БРСМ «Нафты» начались больше года назад. 10 июня на складах под Васильковым возник крупнейший пожар. Огонь унес жизни шести человек. Силовики тогда сообщили, хранилище было построено без разрешительных документов, а изготавливали там контрафактные нефтепродукты. Самой компании это опровергли, а в СБУ тогда заявили, компания БРСМ «Нафта» принадлежит беглому главе Минэнерго Эдуарду Ставицкому. Домашний арест для николаевских дебошеров продлен еще на два месяца. Им уже сообщили о подозрении, а дело передали в суд. Напомню, в конце августа двое мажоров устроили настоящий дебош в центре города. Сначала напали на таксиста, потом началась массовая драка. На место вызвали патрульных, приехали сразу пять экипажей. Некоторое время они просто наблюдали за хулиганами и ничего не делали, чтобы остановить их. Потом одного из зачинщиков полицейские все же скрутили и усадили в машину. Другого, того, кто на глазах у патрульных ударил прохожего, просто отпустили. Троих полицейских, которые тогда прибыли по вызову, уже уволили из города, но вчетверо отделались дисциплинарными взысканиями. Пойман при попытке к бегству. Украинские пограничники задержали одного из лидеров Харьковского антимайдана и идеолога в русской весне Егора Логвинова, причастного к захвату Харьковской обл. администрации весной 2014 года. Это произошло всего через два часа после того, как Логвинов вышел из СИЗО под залог. Светлана Шакера обо всем подробнее. Егора Логвинова задержали поздно вечером на украинско-российской границе. Пробиравшегося в темноте мужчину заметили пограничники при помощи тепловизора. Наряд настиг его в 20 метрах от кордона. Сегодня Егор Логвинов снова в суде. Его выпустили накануне под залог в 207 тысяч гривен. И покидать Харьков он не имел права. У подозреваемого своя версия произошедшего. Логвинов говорит, его похитили и силой привезли на границу. Меня выкупили и в 17.05 я покинул колонию номер 43. Все это происходило в присутствии сотрудника СБУ, следователя Гайдамака. Именно Гайдамака вывел меня за двери пенитарсальной службы и тут же погрузил меня в автомобиль Камри черного цвета. В 19.05 меня выгрузили где-то в районе Гоптовки и тут же буквально закрывается дверь автомобиля и меня принимают уже сотрудники погранслужбы. В качестве доказательства демонстрируют свои чистые ботинки. Как вы понимаете, мыть их не было негде. На улице у нас грязь. Где-то я ходил. Сегодня же Логвинову предъявили новое подозрение. Это проба насильницкой изменения или поваления конституционного лада существующего. Как вы знаете, в 2014 году достаточно много было пикетов, митингов. По этой статье, да еще и после попытки бегства, выйти из-под стражи под залог, подозреваемый в организации массовых беспорядков и захвате областной администрации Логвинов уже не сможет. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Сегодня целый день Егор Логвинов провел в суде. После попытки бегства ему должны были избрать меру пресечения. Но заседание никак не могли начать. Почему, знает Светлана Шекера, она на прямой связи с нами. Света, здравствуй, расскажи подробности судебного заседания. Добрый вечер, Катя. Да, заседание Деркачевского районного суда началось только во второй половине дня. Подсудимый попросил себе государственного адвоката, а до этого категорически отказывался отвечать на любые вопросы. Но заседание суда длилось недолго и уже два часа назад суд присудил Логвинову трое суток административного ареста за попытку незаконного пересечения государственной границы. Но и по истечению этого срока Логвинов может не выйти на свободу. Но сегодня ему предъявили новое обвинение, уже по более серьезной, 109-й статье. Она звучит как действия, направленные на захват государственной власти и призывы к свержению конституционного строя. Так вот, наказание по этой статье более жесткое и предусматривает только содержание под стражей без права внесения залога. Меру пресечения по этой статье будут избирать позже. Дата заседания пока не назначена. Катя? Спасибо, Света. Это была Светлана Шикера с подробностями судебного заседания. И сегодня же в Харькове произошла серьезная авария. Столкнулись скорая и внедорожник. По предварительным данным, водитель Volkswagen не пропустил скорую, которая двигалась с проблесковыми маячками по встречной полосе. В медицинском авто были военнослужащие, которых везли в госпиталь на лечение. В результате ДТП водитель и медсестра получили черепно-мозговые травмы. Военные не пострадали. Водителям внедорожника гипертонический криз. Времена откатов на строительстве дорог прошли, заявил премьер на встрече с подрядчиками, которые прокладывают украинские трассы. Отдельный посыл премьера для тех, кто предлагает строителям решать вопросы за процент и для тех, кто соглашается на сделки. У тех, кто пытался вам делать непристойные пропозиции, я их найду, и они будут покараны. И попереду, если кто-то из вас позволит себе выводить в готівку грошей, конвертировать их и выплачивать налом делкам, мы больше вас рассматривать как партнеров на строительство дорог не будем. Укрзалезный затормозит доставку грузов в регионы. Именно по ее вине в сентябре заказчики не получили от промпредприятия десятую часть продукции. Об этом заявил оппозиционер Александр Вилкул. Больше всего, по его словам, пострадали горно-металлургические предприятия Запорожья, Кривого Рога, Днепропетровска, Мариуполя и других городов. В результате десятки тысяч сотрудников могут остаться без работы, а бюджет не дополучить миллионы гривен. Оппозиционеры требуют создать специальную парламентскую комиссию по расследованию деятельности главы Укрзалезницы в этих оболчина, а также оценить убытки, нанесенные экономике. Укрзалезница – это украинское государственное стратегическое предприятие, а не частная кормушка для обогащения отдельных лиц. Мы призываем, как оппозиционный блок, расследовать эти выпиющие случаи, которые есть. Мы внесли проект постановления об организации временной следственной комиссии. Как решать проблемы шахтеров, которые месяцами не получают зарплату? Сегодня это обсуждали представители профсоюзов горняков с главой Минэнерго. Встреча проходила в закрытом режиме, но, как стало известно, министр пообещал рассмотреть все жалобы и помочь. В свою очередь шахтеры заявили, если их требования не выполнят, будут перекрывать трассы. И объявили дату ближайшей забастовки на одной из угольных компаний 10 ноября. Скандал за неделю до выборов. Вся Америка сегодня обсуждает решение ФБР возобновить расследование по имейлам Клинтон. Как оно повлияло на предвыборные рейтинги, знает Дмитрий Анопченко. Хотят, пусть расследуют, в моих письмах нет никакого криминала, сказала Хиллари Клинтон на очередном предвыборном митинге своим сторонникам, а значит и всей стране. Это выступление крупнейшие телеканалы транслировали в прямом эфире. И я уверена, что они придут к таким же выводам, как и в прошлом году, когда изучали мои письма. Никакого дела тут нет. Ее штаб в очередной раз обвинил директора ФБР, объявившего о новом расследовании незадолго до выборов в двойных стандартах. Мол, это против писаных и неписаных правил. Такое уму непостижимо. Трамп, наоборот, уверен, что в новой партии писем его конкурентки теперь найдутся и те, которые она скрывала от ФБР. 650 тысяч писем. Знаете, что это означает? Что среди них могут быть найдены те, которые считались утраченными. Все ждали, а как этот скандал скажется на рейтингах. И цифры сейчас появились, но понять из них все равно ничего невозможно. Опрос ABC News и Washington Post показывает, что Трамп на волне этих событий незначительно вырвался вперед. 46% против 45% у Клинтон. Данные опроса NBC, наоборот, говорят, что избиратели от Хиллари не отвернулись. Мол, отрыв от Трампа по-прежнему 6%. 47% против 41%. Опрос Reuters дает 5% отрыв. 44% у Хиллари на 39% у Трампа. В любом случае, разброс цифры очень большой. И в каждом штабе верят лишь тем цифрам, которым сами хотят верить. Но помощники Хиллари уже заказали салют по случаю ее победы. New York Post выведала в пожарном департаменте Мегаполиса. Города, где оба кандидата и их команды проведут ночь выборов. Мол, штаб Клинтон уже проплатил грандиозный фейерверк над Гудзоном, который начнется через полчаса после окончания голосования. Так что, пока непонятно, как именно закончится эта кампания, но ее финал в любом случае будет грандиозным. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В американском Балтиморе сегодня в ДТП погибли по меньшей мере 6 человек. На дороге столкнулись школьные и пассажирские автобусы. Есть ли среди жертв дети, пока неизвестно. Еще 10 человек пострадали, их госпитализировали. Избежать большего количества жертв удалось благодаря тому, что школьный автобус был полупустой. Именно его водитель виновен в аварии. Сначала сбил легковушку, потом столб, а затем врезался в городской автобус. Причины аварии пока неизвестны. В полиции отметили, на асфальте нет следов экстренного торможения. Спич, который может стоить карьеры. Немецкие политики призывают Ангелу Меркель отозвать из Брюсселя еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Оттингера. Причина его выступления на одном из бизнес-форумов. Что такого сказал еврочиновник, расскажет Татьяна Лугунова. Речь, которую обсуждают немецкие политики, Гюнтер Оттингер произнес на бизнес-форуме в Гамбурге. Событие было рядовое для узкого круга предпринимателей. Но спич еврокомиссара не остался незамеченным. Ведь разговорился Гюнтер Оттингер не на шутку. Выступление еврокомиссара стало достоянием общественности благодаря гостям бизнес-форума. Это они выложили фрагменты его речи, снятые на мобильные телефоны в интернет. А то, что снять не сообразили, пересказали своими словами журналистам. Выступающий публику, мягко говоря, шокировал. Говоря о Китае, Гюнтер Оттингер обозвал китайцев узкоглазыми. И добавил, в стране нет демократии, все ходят с зачесанными слева направо волосами. Как будто по шевелюре прошли с черным кремом для обуви. Не забыл еврокомиссар и о родной Германии. Он сказал, так называемую женскую квоту придумали только потому, что без нее у женщин было бы мало шансов занять топ-должности в компаниях. Раскритиковал пенсионную политику Ангелы Меркель, а также заявил, похоже, вскоре в Германии сделают обязательными однополые браки. После того, как в СМИ поднялась шумиха, Гюнтер Оттингер извинился и сказал, что его слова вырвали из контекста. Но поверили такому объяснению не все. Еврокомиссар от Германии, гомофоб, расист и женоненавистник уже заявили немецкие политики. И потребовали от Ангелы Меркель немедленно отозвать его из Брюсселя. Сама канцлер пока оргвыводы делать не спешит. Как сообщил ее пресс-секретарь, Ангела Меркель полностью доверяет еврокомиссару. Язык подводит Гюнтера Оттингера не в первый раз. Английский. Он у чиновника настолько плох, что его первое выступление на языке Шекспира в качестве еврокомиссара активно высмеивали в соцсетях. Но если над плохим произношением и ошибками посмеялись и забыли, то этот спич вполне может стоить Оттингеру карьеры. Тем более, что в ближайшее время он должен был пойти на повышение и стать еврокомиссаром по вопросам бюджета. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Хэллоуин во французском городе Рен ознаменовался беспорядками. Полиции пришлось усмирять группу неизвестных, которые бросали камни в пожарные машины, громили автомобили, припаркованные на улицах, поджигали мусорные контейнеры и крушили фонари. Беспорядки продолжались всю ночь. Были сожжены три частных автомобиля. Чем удивила королева Великобритании в свои девяносто? Каким танцем мальчик-аутист покорил интернет и как мир отпраздновал Хэллоуин? Об этом не только в нашем обзоре. Елизавета II прокатилась верхом на лошади по берегу Темзы. В свои девяносто королева уверенно сидит в седле и держит осанку умелого наездника. В Великобритании верят, что сохранять отличную физическую форму ей удается именно благодаря конному спорту. Ее Величество прокатилось верхом на своей любимой лошади по кличке Карлтон Лима Эмма. Компанию на прогулке ей составил главный королевский конюх. А вот главе британского МИДа Борису Джонсону запретили ездить по городу на велосипеде. Когда он был мэром Лондона, добирался на работу именно так. По его инициативе в городе появилась сеть велодорожек. Были построены супер-хайвэи, которые помогают людям с окраин быстро добираться в центр. На работу в министерстве теперь Джонсон ездит на служебном автомобиле. Сейчас же полиция заявила, что министр на велосипеде может стать мишенью для террористов. Время перемен. Музыкальный альбом с таким названием записали музыканты-заключенные с Индонезии. Они поют о наркозависимости и жизни за решеткой. В группе две женщины. Они осуждены за преступления, связанные с наркотрафиком. Многие артисты и известные люди поддержали музыкантов. Продюсеры также обратили на них внимание. Говорят, что их композиции берут за душу. Мальчик-аутист покорил интернет-пользователей. Восьмилетний Уильям продемонстрировал знаменитый танец Майкла Джексона из фильма «Триллер». Мальчуган не только принял участие, но и заслуженно победил в конкурсе, который организовала британская компания. Танец Джексона полтора года назад Уильяму показал его папа. Ребенок смотрел ролик часы напролет и запомнил почти все движения. Мир отпраздновал Хэллоуин. Впервые людей принимали на ночлег в настоящем замке Дракулы в Румынии. Вместо кровати гостям предложили черные гробы с красным бархатом. Правда, чтобы спокойно дождаться рассвета, можно было вооружиться осиновыми кольями и чесноком. Отличались и знаменитости. Супермодель Хайди Клум клонировала саму себя. Президент Ша Барак Обама с супругой Мишель отпраздновали Хэллоуин в Белом доме. В последний раз детям раздали конфеты, а затем вместе с ними пара станцевала танец в зомби. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова